Сегодня, 1 октября 2012 года, Мосгорсуд рассматривает кассационную жалобу Толоконниковой, Алёхиной и Самуцевич на неправедный приговор по делу Пусть Сирает. Их название группы уже оскверняет людей. Их название группы оскверняет всех людей. Это люди не знают, не могут это переносить. Они все люди и русские. А почему вы считаете, что они оскорбили кого-то? Как это кого-то? Мои чувства. Вот я православная. Я ходила туда, молилась в этот храм. А после того, как эти мерзавки там, извините, ноги задирали, рожи свои закрывали мерзкие. Что же они такие честные, смелые, морды свои закрывали? Скажите, пожалуйста, а почему вы так агрессивны? А потому что меня переполняет просто вот, ну я не знаю, как можно вообще допустить в нашей стране православной, которые люди всю жизнь с Богом. Но у нас мы как инфессиональная страна вообще-то. Ради Бога. Но не заходи в храм. Не оскверняй его. Не танцуй, не пляши в нем. Соображай, что ты делаешь на поводу, у кого ты идешь. Соображай. Я бы не хотела... Ничего не хотят идти. Да. Вот мы их пример приводим. Да потому что их на запчасти бы разобрали там. Они бы просто не вышли бы оттуда. Путин правильно сказал. Скажите, а зачем нужна вера, когда верующие готовы разобрать человека на запчасти? Зачем тебе такая вера нужна? Не-не-не, минуточку, минуточку. Можно прощать своих личных врагов. Вот вы меня сейчас ударите, а я подумаю. Зачем? Я вас не хочу ударять. Минуточку, например. Нет, не надо мне таких примеров. Я не хочу вас ударять. Спасибо. А они ударили меня не только по лицу. Они ударили меня в душу. Они мне наплевали в душу. Понимаете? Я вот в жизни никогда не ходила ни на один митинг. Вот честно признаюсь. Я все время обходилась... А почему вы не ходили на митинги? А потому что... Вас все устраивает? Да нет, меня устраивает, не устраивает. Это уже, как говорится, дело правительства. Это их дела. Не ваше? Не надо провокаций. Заседание было отложено до 10 октября. Но не в этом дело. То, что творилось у здания Мосгорсуда, даже не кавка. Восставший из политического гроба Владимир Владимирович, Аки Гоголевская панночка возопил камне упыри, камне вурдалаки. И полезла безуми разных мастей из самых темных глубин постсоветского подсознания. Гоголевщина вкупе с булгаковщиной. В одной руке кодекс строителя путинизма, в другой полное собрание молитв, утвержденных в подвалах Лубянки. Кремль прислал огромное, просто невиданное количество провокаторов, представляющихся православными. Но воля ваша, эти песнопения у здания Мосгорсуда больше напоминают отпевание фемиды. Гримасы православной образованщины, искусно подогреваемой гыбухой, больше напоминают отмороженный взгляд тоталитарного сектанта, то ли Аум Синрикё, то ли свидетели святого Пу. Сурков рулит религией, так что чувствуется рука мастера. Давайте подойдем к этому нравственному молодому человеку. Здравствуйте. У вас написана «Коалиция за нравственность». Вы сюда пришли для того, чтобы проповедовать нравственность. В чем вы видите свою миссию здесь? Ну, в данном случае у нас получается, что адвокаты все сделали для того, чтобы оттянуть процесс. Это первое. А второе, просто себя пропиарить. Поэтому мы написали письмо Макфаллу в американский конгресс, для того, чтобы их включили в список Магнитского. И далее мы сейчас хотели бы, чтобы... А при чем тут Магнитский, простите? Ну, это список, в который вносят всех недобросовестных адвокатов, чиновников и так далее. А скажите, пожалуйста, вы могли бы дать определение понятию «нравственность»? Что это такое? Ну, это нормы поведения в обществе. По совести? Конечно, по совести. Я считаю, что на данный момент адвокаты в очередной раз просто... То, что они направили апелляцию и так далее, это просто было сделано по сценарию. И все, не более того. Они не хотели изначально, чтобы проходил процесс правильно, так как они отговорили участниц группы Пусть Райт еще в первый месяц, чтобы они раскаялись публично перед православными. Если бы это было... У нас же государство отделено от церкви. А при чем тут то, что отделено от государства или не отделено? Ну как, это конституция вообще-то, это закон? Ну, при чем тут конституция, закон и так далее? Власти это надо за тем, что у власти нет собственной идеологии. Им нужно... Они хватаются за все, что... Что, как им кажется, может сплотить тех людей, которые захотят им подчиняться. А это не может привести к гражданской войне? Может, может, но власть об этом не думает. Потому что власть вообще ни о чем не думает, кроме того, как оставаться властью. У них стратегических задач нет. Церковь – зеркальное отражение народного лика, искореженного бандитским сознанием. Чтобы остаться у власти хоть на какое-то время, нужно всего лишь добавить в общественную среду щепотку безумия. А для этого религиозный опиум – лучшее средство. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.